Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Вашкин, и сегодняшнее видео будет действительно интересное. По крайней мере, я надеюсь и всеми способами постараюсь сделать его интересным. Во-первых, что вы здесь увидите? Я снова сбрею бороду. Да. Если вы собираетесь спрашивать, зачем, я вам отвечу. Прямо заранее, вот так вот, сразу в начале видео. За последний год, как вы знаете, я пару месяцев назад полностью сбривал бороду, когда все, ну, реально офигели. И прошлым летом. То есть я за год был без бороды два раза. Ну, я хочу третий, это во-первых. А вторая причина, это то, что пришло лето. Очень сильно вдарило лето. Прямо вот... Очень жарко, пацаны. Я надеюсь, ну, типа, мне без бороды будет проще находиться на 25-30 градусной жаре. И все. Да, тут есть как плюсы, так и минусы, потому что выгляжу я как 14-летний школьник без бороды, на самом деле. Но в этом ли не кайф, когда ты можешь выглядеть на 5 лет моложе, чем ты являешься? И еще один минус. Ну, типа, я просто довольно смешно выгляжу без бороды. Ну, кого это интересует? Типа, лучше я буду выглядеть смешно, чем вызывать депрессию. Правильно? Правильно. Ладно, все, забыли, проехали. Что еще увидите в этом видосе? Почему я назвал его интересным? Конечно же, целое видео из-за растительности на лице не сделаешь. Поэтому сегодня я буду делать забавный, мне кажется, интересный контент, благодаря вот этой вот маленькой камерке под названием GoPro. Ну, вы все знаете. И крепление на грудь. И нет, это не соло-стрит. Точнее, не совсем соло-стрит. Короче, у меня уже на канале пора открывать рубрику не совсем соло-стрит, не соло-стрит. Суть, в общем, в чем? Я вспомнил о таком довольно забавном тренде, как подписчики управляют моей жизнью. Я не знаю, насколько это старый тренд. По-моему, очень старый, по крайней мере. Я особо не помню, когда это все происходило, но мне лично пофиг, устаревший тренд, не устаревший. Есть просто идейка для видео, которую все, как бы, использовали как тренд, и было модно это снимать. До меня тренды доходят долго, я снимаю это вот сейчас, потому что мне просто захотелось это снять. И мне кажется, что это будет забавно. Короче, в чем прикол? Будут какие-то опросы в моем инстаграме. Кстати, вот повод подписаться на мой инстаграм, ссылка есть в описании. Будут какие-то опросы, где вы будете выбирать что-либо. Например, я начну там завтра с опроса, на каком самокате мне поехать. Буду там ждать минутки-две, пока мне ответят на сторке. И все, вы будете все решать. И, собственно, с завтрашнего дня, завтра, завтрашнего, а завтра, я буду этим всем заниматься. Мне, в общем, кажется, что будет интересно. И меня вообще не интересует, что это тренд какой-то там старый и многолетней давности. Мне кажется, будет весело это даже сейчас. Встретимся завтра. И я надеюсь, что к этому моменту вы уже поставили лайк на этот видос. И приятного вам просмотра. Ну вот и все, друзья. Уже пятница. И без лишних слов мы начинаем. Сейчас я сделаю историю, в которой вы там выберете один из этих двух самокат, на котором я сегодня поеду. В принципе, есть еще самокат с Трианоном и Деки Траст. Ой, с каким Трианоном? С Тенасте. Оговорочка. Но вы его очень часто уже видели, поэтому я думаю, что нужно дать выбор из вот этих двух. Ну и в большинстве, я думаю, вы проголосуете за Reaper все-таки с Аоской, потому что на этом самокате я выкатывал очень редко и почти ничего на нем не снимал. Я хотел еще сделать вторку, типа, какие мне штаны надеть, но, блин, пацаны. Выглядит, конечно, сейчас не очень презентабельно, но, короче, кто понял, тот понял. Пару минут прошло. Даже прошло 4 минуты. Все, как я и думал, в принципе. 27 голосов с Reaper, 20 голосов с Декастом. Поэтому. Итак, сегодня на повестке дня. Для начала поездка в RaceWaterShop. Нужно сделать пару фоток для Инстаграма. Помимо фоток, сегодня еще надо будет заскочить в одно место. И кое-что заснять. Потом нужно встретиться с Ильюхой Субачем. Кое-что у него взять. Короче, день будет довольно-таки насыщенный. И плюс сегодня до 30 градусов тепла. Фух. Итак, короче, я там это сделал фоточки. И уже даже переместился в центр города. Кстати, сфоткался со своей промодельной шкуркой. Кто не знает, их можно приобрести. Там по ссылке в описании все дела. Вот. И эти промодели на самом деле живут лучше, чем мы думали. Не знаю, как там вам видно, нет. Но из-за слоя пыли немножко хуже становится видно рисунок. Но в целом его видно. Минималистично. Выглядит довольно симпатично. Зачем я приехал на фонтан? Во-первых, охладится. Сейчас я искупаюсь. Шучу. Хотя хотелось бы, конечно. По крайней мере, если катаюсь, я упаду в воду. То я, в принципе, грустить не стану. Короче, вот здесь на фонтане у меня будет съемка для ВАНС. Для их профиля. Там типа мини-интервью. Тоже можете посмотреть у них в профиле, естественно, потом. Вот. Но это запланировано на 2.30. На полтретьего, короче. А сейчас только 2. А то и меньше. У меня, в общем, есть минут 40 свободного времени. Уже почти 2 часа дня. Я все еще пытаюсь проснуться. Я вот недавно говорил, мол, ребята, поздравляю вас с началом лета. Уже на секундочку 18 число. И почти месяц лета уже как бы все. Я надеюсь, вы провели это все время хорошо. У кого экзамены, удачи. А, кстати, у НИФАНа завтра первое ЦТ. Надо будет сегодня с ним встретиться. Так сказать, поддержать. ЦТ это типа ЕГЭ, грубо говоря. Ну, короче, экзамены по определенным предметам, от которого будет зависеть, поступишь ты в ВУЗ или не поступишь. Я надеюсь, НИФ нормально сдаст. Короче, у меня еще в запасе почти 40 минут свободного времени. И я пока вот так вот почилю. Потом быстро все это дело снимаем. Начинаем делать трюки. Дальше надо будет еще с кем-то пересечься, чтобы было интереснее и веселее сегодня. Я обещал НИФАНу написать, как только освобожусь. Поэтому, как минимум, с НИФАНом надо пересечься сегодня. Вот, покататься хорошо, чтобы экзамен завтра сдал тоже на отлично. Кстати, пишите в комменты, ребята, кто там, я не знаю, какой класс закончил, кто закончил что-нибудь, кто куда собирается поступать, все такое. Ну, а точнее, не куда, а на кого. Или просто какой класс закончил. Фух, тени очень круто. Надо было тут сидеть. Нормаз, дробчик. А вот сюда я, короче, трюк прикольный делал. Там прыгал на мэнл. Довольно-таки высоко прыгать на мэнл с той стороны. И ты катишь мэнл, а справа от тебя, ну, неплохой такой дроп, с которого, если упасть, ну, будет так себе. По итогу, типа, проезжал вот это дело. И сюда, по-моему, на бар мы делали, я уже не помню. А в этом фонтане когда-то купался шнур. На стрит-джеме он прыгал прямо в воду. На самике. С тех времен все очень поменялось, и вода стала грязнее. Ну, намного грязнее, на самом деле. И еще, кстати. Ой, е-мое. Считаю, запустил. Нюанс. Это колеса 24 миллиметра. Поверьте, если вы год катаетесь на колесах, сейчас меня прогонят, на колесах 30 миллиметров, на больших, то уже на 24 миллиметра, когда ты катаешься по плитке, ты чувствуешь, как ты во все стыки попадаешь. Буквально в каждый. С халф-каба, неважно, просто едешь, ты попадаешь. Из-за этого у меня тоже есть непривычное ощущение, того, что я могу упасть просто на ровном месте. Те ямы, которые я проезжаю на 12-х стандартах вообще легко, я должен объезжать. Причем очень аккуратно, и все должны видеть, а я еще и не все вижу. Но все равно, мне этот самик очень нравится. Если ты на каком-то, ну, хорошем споте, с хорошим покрытием катаешься, где тебе нужно сделать какие-то, не знаю, техничные трюки, связанные с гриндами, или какие-то трюки в полете, то этот самик, он балдежный для этого, реально. То есть он такой, заточен у меня под определенные задачи, легенький. Но на какой-нибудь дальняк километров 15 лучше ехать на 12-х стандартах. Ну, под дальняками я имел в виду, реально, типа, 15-20 километров про езду, типа, по спотам своим ходом. Это все максимально делать кайфово на 12-х стандартах. Я люблю, типа, например, из центра или из какого-нибудь спота, скейтпарка поехать домой своим ходом. Мне важно, ну, как-то ехать расслабленно, при этом быстро, не теряя времени. Ну, и я спокойно могу передвигаться на самокате на 12-шках. По городу, и мне будет вполне комфортно. Да, возможно, это будет дольше, чем каким-либо видом транспорта, но мне 100% будет в кайф. Ну, естественно, короче, на больших колесах, на жирных колесах это делать удобнее. Если вы сомневаетесь, брать ли вам 12-е стандарты, не сомневайтесь. Особенно, если вы любите покататься с тритом или просто своим ходом, не сомневайтесь. Тема офигенная. Ну, мне настолько нравится на 12-шках кататься, что я вот попробовал, и дальше я тоже буду на них кататься. Я уверен. В общем, зачем я вам это все говорю? Я просто хотел сказать про то, что непривычно кататься на колесах шириной 24 миллиметра, и некоторые неровности асфальта становятся для тебя значительными. Но почему-то вот эта вот маленькая минутная фраза, она как-то перетекла во что-то большее. Я не могу говорить о своих достижениях, кто сможет о своих достижениях сказать Михей. Наверняка ребята, которые смотрят этот ролик, знают меня и смотрят мои ролики. Хочу сказать спасибо, что у меня 80 тысяч на канале. О, да? Да, прикольно. Поздравляю. Скоро 100. Капец. А интервью нормально снять не можем. Так что? Может, мне домой идти? Продолжаем с Михеем. Он сжал у меня самик с рипером. Кстати, потом расскажешь, как тебе. Я у всех спрашивал... Я у всех спрашиваю мнение о нем. Короче, мы сейчас на оперу. Я забираю кепку у Субача. И потом что-то придумаем. А чем тормозить у тебя? Где тормоз? Нормальный бунт. Капец, он гремит. Нормальная проездка на самокате Михея, который полностью отличается от моего. С огромной доской в 6,5 дюру. Или сколько она? Миха, ДК 6,5? Да. Максимально другой самик. Тэшка, соответственно. Фух. На нем, короче, когда остановишься на него, такое ощущение, как будто попадаешь в эдит-блант. Скажи? Да, да, да. Типа реально, ты чувствуешь себя каким-то пейзанти. Чуть прям уверенность катания. Перроне. Ну, прикольный самик, на самом деле. Смотри. И домой. Просто непривычно тем, что он ультра какой-то легкий. Он 3,9 весит. Это не так уж и легко. 4,7. Ну, я понимаю, типа. И мы когда там катили, вот этот вот склон огромный, я думал, что мне конец. Потому что я, типа, не особо его чувствую. Погнали, проедем вот туда, вверх и типа на оперу. Я вспомнил. Я вспомнил, у тебя был самик с этим, с ойл-слик рипером. Очень давно мы тогда вместе снимали. Я всегда, на самом деле, мне жестко нравились риперы, особенно в черный. Потому что, ну, это круто. Он еще и выглядит очень жестко. Кто-то говорит о его непрочности. Как по мне, если... Он живет нормально какое-то время. Не, если ты катаешься нормально, делаешь все нормально, не кидаешь самокат на ручки, то у тебя любой руль будет долго жить. Ну, по факту, да. Тут человеческий фактор, но здесь это обусловлено алюминием. Если ты каждый день прыгаешь по 12 ступеней, земля его так на задний держать за конец руля, то, конечно, ему будет пиздец. Ну, объективно, согласись, в стале алюминий разница в прочности большая. Короче, этот самокат нравится всем. Практически всем. Те, кому он не нравится, просто, типа, говорят габариты не мои. И кто-то еще говорил, типа, пеги. Да, я боюсь кататься с пегами, из-за того, что я цеплял их ногами. Сток херня. Я уверен, что круто. Стоете каток? Не знаю, там видно, нет? Ну, все поняли, короче. Сейчас Андрюха будет делать трюки на моем самике, потом я на него. Как думаете, напишите в комментарии, пошел бы такой самик Андрюхе или нет? Это банки от Михея. Это банка с черной икрой или с красной? С цветом слоновой кости. Ты прям хрустишь. Ну, так это не я хрущу, а носом муху. Ты просто старый не признаешь. Ну, если дух оттень, я еще и в шапке, как придурок. Я хочу вам рассказать о проблеме. Я купил себе новые вчера брюки в своей конде. Вот эти. Да, я знаю, что они крутые, не говорите мне это. И, короче, одна проблема, что у меня в них потеет. Ну, все, ну, типа, ну, а как еще надо? Я хочу сам на твоем попробовать фингерфлет. Давай. Держи. Сейчас я телефон положу. Я думаю, что я на нем с первой сделаю. Максимум со второй. Не-не-не-не-не, что-то меня слишком назад кидает. Я не знаю, меня он назад кидает непривычно. Давай, фол вип, фол хил хотя бы надо сделать. Давай. Все. Мне показалось, или тебе в лицо прилетело? Нет, нет, в ножку. Нет. Все? Да. Погадался? Я, короче, знаю, что. Я ее это подвернул. В общем, самокат понравился. Даже очень. Спасибо, братан. Скорую вызвать. Две. А я говорил со второй. Мне к этому самику просто привыкнуть надо, потому что меня он немножко назад кидает. Потому что мой кидает вперед, и я привык, что для меня нормально когда кидает вперед. А у тебя не кидает никуда, и поэтому... Но это от габаритов доски и руля зависит все. А мне просто себе на нем два дня покатался, уже как на родном катался. Ну так, в принципе, как и с большинством самокатов, и особенно с большинством моих самокатов. Поехали в АРС. Кепку. Ну, я хочу свою новую шкурку наклеить. А. Там, короче, шкурка такая же, как моя татуировка. А, кстати, покажи. Я знаю, что кривоватое, но классное. Да пофиг. Это же, ну, типа... Стиль такой. Такие обычные татухи. Знаешь, чем нет? Не супер шикарные композиции, которые из картин художников рисованы, а просто, типа, то, что тебе в прикол. Все. Короче, по поводу татухи вот этой, короче, многие говорят, что это, блядь, буквы кривые, но... Ёпта, чуваки, это стиль такой. Ну, типа, понял то, что, типа, на компе идеально ровные буквы, а эта буква уже поебанная жизнью. Типа пиксели. Типа, да. Кривые пиксели. Да не, мне прикалывают такие татухи, которые, ну... Кстати, покажи свою на ноге. Не настолько. У тебя выцвело немножко? Нет. У меня, ну, так. У меня подцвело чуть-чуть. Два дебила. Вообще. Не, я буду с кайфом вспоминать. Да я тоже. Потом, когда-нибудь. Первый. Теперь в кепке. Я хочу побыстрее взять гориллы. У меня дома закончились все ящики. Моя татуировка. Шкурка. Мне нарисовал один хороший человек. И я думаю, сейчас покатаюсь, хочу посмотреть, как он застрется, и я бы сделал свою будущую промодель такую же. Типа просто... Нет, там еще добавится всяких штук, даже я всяких письюнов нарисую. Наклей, короче, другой стороной. Нет. Типа, вот так. Нет. Почему? Нет. Это нормально будет? Да не трогай. Телеби меня побечить. Все, так вот. Слушай, даже неплохо наклеил. Ты же не проклеиваешь дропы, что тут вкосячить? Это я. Собственно, выезжаю с iBike уже второй раз за сегодняшний день. Важные дела на сегодня закончились, все съемки закончились. Можно кататься, чилить. Ну и да, в принципе, так в основном проходят мои обычные дни. Редко, когда я, ну, типа целый день свободен. В основном всегда я там, ну, полдня чем-то занимаюсь важным. Ночами я монтирую. Либо утром, либо вечером я полноценно катаюсь. Ну, так, чтобы я прям целый день катался, ну, редко бывает такое. 24 часа в сутки это мало. Мне нужно еще немножко часов в сутках. Что я сломал? Ничего не ломаю, просто прыгну. Прекрасный день для того, чтобы проехаться своим ходом на стали. А именно на стали мне нужно забрать не фана. Это, во-первых, сделаю несколько трюков. Наверное, исходя из опроса в инсте. Тоже, ну, там какие-нибудь трюки, типа, на разных фигурах, на выбор. За какой больше проголосуете, то сделаю. Уже там за пять вечера время идет, поэтому уже немножко температура спадает, больше тенька, комфортно кататься. Самое время трюки поделать. А мне на самом деле очень тяжело на жаре. Типа, если температура больше, там, 22-23 градусов, для меня это вообще невыносимо. Потому что, ну, я зимой особо не тепло одеваюсь, и мне комфортно. А летом мне, ну, типа, прям жарко очень сильно. Поэтому мне, соответственно, летом кататься и делать трюки тяжелее намного. Самая комфортная для катания погода это вот весной для меня и осенью. Короче, я все придумал. Хочу пару трюков по вопросам сделать на флай. Барвип или бархил, либо трех, и еще кое-что. Так, сейчас быстро бахаем с торку. Начнем с барвип, бархил. И потом хочу либо трак на бар либо трех у два хила на флай. Короче, бархил 15 голосов, барвип 4, 6, 17. Короче, бархил в начале, сейчас еще скидываю опрос трех у два хила или трак на бар. А вот это Нифон, у него завтра экзамен. ЦТ. Че, он вообще нормально сейчас? Я просто не знаю, вообще смогу сделать здесь трех у два хила или нет? Сможешь. А, нет, или да. Я думаю, смогу. А ты покажу. Там просел лист пацану. Просел и просел. Главное, чтобы не пристал. Продавили. Синий? Какой? Центральный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, объеду. Это новый лист. Это не новый. Нет? Ну, тогда ладно. А ну, я вижу уже. Ну, вот здесь проеду. Короче, в теории должен сделать. Все нормально. По крайней мере, попробую. если что, обвиним во всем флай. Короче, я уже сделал и сделал прикаточную трехухил. Забархил 86 голосов уже. Я, собственно, новый опросик делаю сразу. С той же самой фоткой. Так, где он тут? Опрос 360, 2 кила. Так, на бар. Не инстаслем, короче, это, знаешь, типа максимально упрощенный инстаслем. Ты пишешь трюки, которые ты сам не против сделать. А не выбирают. А подписчики выбирают какой из. Потому что инстаслем это, блин, жестко. Ну, катают реально иногда ты будешь тичь, типа, я не знаю, в прикол или нет. Которую ты даже не знаешь, как выглядит, да? Я, короче, в кепке в черный, как дровосек такой. Трек на бар, два голоса, треха, два хилая. Пару минут прошло. Тринадцать. Давай, может, еще одного голоса подождем? Сейчас, я не хочу треху, два хилая снимать. Подожди, сейчас проголосую. Да не. На, у меня телефон сейчас сядет. Треха, два хила, шестнадцать голосов, трек на бар тринадцать. Собственно, прошло три минуты. Давай. Давай, пофиг. Что, я не сделаю, думаешь? Я думаю, сделаю. Дольше просто буду. Я, я так идеально словил. Как? Ну, ты видел, я вшатал, ногу убрал. Я вот так вот, прям, широкую поехал, и у меня нога слетела. Максимум, здесь еще один какой-нибудь трюк придумаем. Я бы, знаешь, что попробовал? ДС, треху ДС на бар, или что-нибудь другое. Надо только придумать, типа, с чем вопрос сделать. Треху ДС на бар, с чем? Ну, с пятой, емкою. По мне кто-то ползает. Короче, мне жопа. Мы выложили третью историю, третий трюк. Я думал, что буду делать ТС-360 на бар. Я очень хотел попробовать это, и думал, что все за это проголосуют. Но также с этим я выложил 360 хилл на бар. И за этот трюк на 10 голосов больше. Поэтому сейчас, ну, это будет такой финальный трюк на стали. Если я его, конечно, сделаю. Потому что, если быстро сделаю, все будет круто. Мы вылетаем дальше в стрит, и продолжим еще эту тему в стриту. Снимем пару, что, одну линию не фану выйдет, которую случайным образом Телеграм решил отправить, но на другом устройстве уже не открыть. И, в принципе, перестал открывать. И файл посрали, поэтому придется переснять. А я иду пробовать 360 хилл на бар. Ну, мне, короче, кажется, моя сегодняшняя уверенность себе мне подсказывает, что, типа, трех хилл я ее ловлю высоко, и что, если я не застою, спокойно туда могу вкрутить барчик. Возможно, пару раз на жопу ляснусь, но это детали. Главное, ну, ногу какую-нибудь снизу не всадить, и все будет хорошо. Пробую без брошки на груди, потому что брошка на груди, ну, на самом деле болтается и немного отвлекает. Главное, не показывать, что тебе больно и жарко. Все хорошо и холодно. Все, давай. Очень близко делаю, это как вулкан. Пацаны, я нашел пару глотков жидкости, попил, поправляюсь добирать по-братски. Поставьте лайк и кому понравится это видео, репостните там в историю или вообще в социальные сети, мне будет приятно, потому что по мне видно, короче, уже все, надо добирать. Упс. Не самое страшное, что могло сегодня случиться. В принципе, из неприятного такого вот это и то, что очень жарко. Но, типа, если я сейчас поеду, например, за водой, то мы вернемся, начнет темнеть, будет вонять болотом, будут всякие букашки летать просто такими толпами, поэтому время обжимает и банальное, просто, если сделаю перерыв, то я, типа, все забуду. Если сейчас я сделаю, мне просто смутила нога, то я приеду и я, типа, заново буду это делать. Потому что трюки нужно делать сразу или с небольшими перерывами. жёстко флайд. Молодец! Сила бороды, ёбайку. Улез, ёбайку. Я не помню точно, но по-моему два года назад, когда не было флая, ну типа он был сломан очень жестко, был квотер с этими забором, и мы типа учили трюки, и вот так врезались в забор. Я тогда пробовал то ли трёху бар на хил, то ли трёху хил на бар, и я типа опустил этот трюк, очень забыл про него, в общем, потому что получалось откровенно хреново. Сегодня я просто на уверенных щах приехал, не знаю даже почему, трюков сегодня особо, как вы видели, я не делал, кроме стали. Короче, я почему-то был уверен, что все проголосуют за трёху ДС на бар, и я думаю, ну блин, давно хотел попробовать, думаю, что легко всажу. И я придумал трюк, типа, который будет в втором вопросе, и я вообще не ожидал, что придётся его делать. Но я сделал, и в принципе всё, я доволен. Сейчас едем в стриток, и я не знаю, если у меня останутся ещё силы, я сейчас отдышусь, то возможно зафигачим ещё пару трюков, вопрос где-нибудь на споте. Я сам себе даже поставлю под этим видео лайк. Никогда такого не делал, сейчас поставлю. Короче, на этом же самом споте попросили заказать нефа, но две линии, сейчас ждём, что там будет. Пока ничего, ну только что выложилось. Я думаю, над тобой издеваться не будут. Вот, собственно, то, о чём я говорю, пару минут прошло, нате вам, бэкфлип, первую линию мы определили, там два хила, дизастер и чикен бар на мэйне по ступенькам. Это оформить можно, и подождём ещё что-нибудь прикольное. Да дизастер не достаёт. Ну, было всё. Всё. Спасовчик. С первой. Вторую линию выбрали, её заказал вот этот вот человек. Всё, заказ выполнен. Перевыполнен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладно, зимой, забери меня тогда, когда заебались мы с тобой. Всё, снимаешь? Уже как 13 секунд. В общем, ребята, я очень устал, и я сегодняшним днём максимально доволен. Я успел сделать всё, что мне надо было, снял такой прикольный видосик, мне кажется, и трюки, и всё здесь есть, и даже взаимодействие с вами, с подписчиками. Короче, если он вам понравился, то можете поставить лайк, там, репостнуть, написать коммент. Напишите, пожалуйста, если хотели бы такой прикольный формат почаще. Ну, а мы уже как бы разъезжаемся, и всё. В общем, до новых встреч в новых видосах. Ссылки на социальные сети в инсте. Не забудьте... Я всё. Я капут. Ссылки на социальные сети в описании. Вот, и... Ну, реально, я уже всё. А на нас ссылочки будут? Да, на всех, кто сегодня проскакивал в видосах был. Ссылки тоже будут в описании. Уже язык заплетается. Всё, ребят. Всем пока. А бонус? Итак, пацаны, вот сейчас вот самый интересный момент этого видоса, потому что сейчас я вот это всё уберу. У меня каждый раз просто вот эта игра с перевоплощением, потому что как только я убираю бороду, я реально выгляжу намного младше, чем выгляжу с бородой. И, короче, чувствую себя совершенно по-другому. Ну, и я просто надеюсь, что мне будет не жарко, потому что вчера вы сами видели, ну, вот реально, насколько мне было жарко. Ну, вот, собственно, и всё, ребята. Я поиграл. Каждый раз немножко в шоке от того, как я могу по-другому моложе выглядеть, когда убираю бороду. Ну, в общем-то, теперь точно всё. С вас точно лайк. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну, а мне теперь будет хотя бы чуть менее жарко.